Григориан Эрнест Рубенович 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 в той борьбе, которую мы ведем неравной, по сохранению нашего народа. Большое спасибо за внимание. Акопян Виктор Завенович, кандидат исторических наук, доцент Пятигорского государственного лингвистического университета. Тема доклада к проблеме реинтеграции иноконфессиональных армян в традиционной армянской апостольской церкви. Не так давно президент Республики Армении, который выступал в Соединенных Штатах Америки, я не знаю, заметили вы это или нет, но впервые, по сути дела, от имени армянского руководства констатировал факт верховенства национального, этнического, надконфессиональным. Когда он заявил о том, что армянин всегда является армянином, вне зависимости от того, является ли он апостольским армянином, католическим армянином, протестантским. И после небольшой, маленькой такой паузы, он даже произнес слово «или даже мусульмане». То есть везде армяне, есть армяне. И надо сказать, что американская диаспора очень консервативная в этом отношении, она на овацию встретила это его заявление. Это было очень так интересно. Как совместить вот эту многоконфессиональность в армянской среде, как можно это сделать, как можно позволить, на какой платформе это можно осуществить, она как раз вызывает очень много вопросов. Манвелов Михаил Сергеевич, главный редактор газеты «Армянская панорама», председатель армянской общины города Зеленокумск, Ставропольского края. Тема доклада «Армянский язык сегодня и завтра». Мы даже наблюдаем в некоторых регионах нехватку стандартных учебников, то есть тех, которыми пользуются в школах Армении. И хотя в самой республике проблем с ними нет, и Министерство образования готово предоставить безвозмездно любое количество пособий, об этой возможности многие общины просто не осведомлены или не знают, как осуществляется передача, что говорит еще об одной проблеме информационной. Беседуя с учениками, я понял, что для большинства русскоязычных армянских детей неинтересно изучать грамматику, не умея изъясняться на армянском, а детям, владеющим языком, неинтересно заучивать слова. Они их и так знают. В этом вопросе правильно ориентироваться тяжело и преподавателям. Они не могут адаптироваться к новым методам обучения, ведь их преподавательский опыт построен на обучении носителей языка. А после обсуждения докладов – фотография на память. Конечно же, на этом конференция не закончилась. Каждый из участников изъявил желание поделиться своими впечатлениями.